Всем привет, дорогие друзья! Это Сова, и сегодня в нашей постоянной рубрике «Пойду курям дам» мы с вами поиграем в игру, которая называется «Farmer's Life», что примерно можно перевести на русский как «Житие мои». Значит, мы должны познакомиться как следует из закадрового текста с свиньей по имени Шарик и познать все прелести фермерской жизни, что для особенно будет интересно градским жителям, которые никогда не нюхали отборного навозу. В общем, пойдем посмотрим, понюхаем, пощупаем и в конце примем решение, стоит ли продолжать. Поехали! Для начала нажмем на кнопку «Новая игра». Обучение, я думаю, что мы пока включим. Собственные правила пока делать не будем, потому что мы еще не изучили собственные правила, которые здесь и есть. А чтобы нарушать правила, надо хотя бы знать, что нарушать. Так, ну что ж, загрузка, которая шла, целую вечность закончилась, и мы оказались в мае 1955 года. Солнце режет глаза, а голова снова трещит. Почему эта бутылка в моей руке, и что так ужасно воняет? А, ну да, это все куча мусора и навоза. Или это ты, Шарик? По крайней мере, ты все еще со мной. Вспоминаю танки, гранаты, винтовку в руке. Так говорили, поехали, сражайся. Это твой долг, на фронте падали в грязь товарищи, а дома... А дома родители попрощались с жизнью, они оставили мне и брата сиротами. Брат, я искал везде, но одинокий младенец после военной суматохи. Большая часть имущества была отдана ради этого бесцельного поиска. Ни денег, ни надежды, ни смысла. Я не знаю, когда я потянулся к первой бутылке. Но с ней так легко засыпать. Может, еще одну, чтобы забыть об этом зловонии? Отстань от меня, Шарик. В смысле, встань и... В смысле, встань и работай? Встань и иди, сказала нам свинья. Мы встали и пошли. Потому что кто мы такие, чтобы спорить со свиньей? Добро пожаловать в Farmer's Life. Перед вами будет несколько дней из жизни Казимира. Главное, чтобы не Малевича. У нашего героя была очень тяжелая ночь, он мало что помнит. Помоги ему прийти в себя. Как я сюда попал? Где я? Надо осмотреться. Надо прогуляться и развять свои старые кости. Я точно могу идти быстрее, лишь бы не слишком долго. Слишком быстро моя голова теперь... Теперь медленно и осторожно. О, Шарик, наконец-то проснулся. Дай на тебя посмотрю, дружок. Где Шарик? О, Шарик. Мне нужно осмотреться вокруг очень внимательно. Так, нажми, чтобы использовать хозяйский глаз. Оу. Хочешь мне что-то показать? Откуда все эти палки взялись на моем поле? Хрен, Насси Шерлок, елки-палки. Ты ли это? Осталось собрать палок. Каких? Хорошо, что не кинуть. Так, а каких палок надо собрать? Осталось собрать палок. Где палки? Это палка? Это, видимо, не палка. Это какой-то блумок, черенок от чего-то. От чего это черенок? Непонятно, от чего это черенок. Так, мне надо собрать какие-то палки. Что за палки? Это не палки. Это доски. Состояние почвы целена. Значит, так, Шарик мне должен сейчас показать какие-то доски. Какие-то доски, какие-то палки. Где хозяйский глаз мой? Так, мы хозяйским глазом примечаем все. Так, так, здесь, кажется, произошло убийство. Ватсон? Ватсон, где мое буа? Так, ну и что? А, вот эти палки. Все, понял, мой сторожевой свин. Сейчас все будет. Так, собирать палки на Е. Дай-ка я посмотрю, сколько места у меня в сумке. Поместятся ли все эти палки? Я думаю, поместятся. Так, да собирайся ты, господи. Так, собирайся, палочка. И ты собирайся. И ты собирайся. Е-е-е. Готово, поле очищено. Лошади вреда не будет, и пахать станет легче. Шарик, найди-ка мне какую-нибудь еду. Что угодно. Утоли голод Казимира после палок. Так, пойдем, утолим голод Казимира. Ты нашел мне еду, спасибо. Минералочка. Этот индикатор показывает степень сытости. Когда он опустится до нуля, здоровье Казимира начнет ухудшаться. Ладно, возьмем с собой все для Казимира. Это тоже можно взять, этот почему-то нельзя. Если ты поднял яблоки вместо, чтобы их есть, ничего страшного. Открою тап, нажми правой кнопкой и съесть. Съесть. Давай еще съедим. Давай еще съедим. Так, у нас практически полностью все заполнено. Так, вот эту штуку выпить как-то можно, видимо, пока рано. Так, хорошо. Я утолил голод Казимира, видимо, не до конца. Теперь до конца. Хочется пить. Нужно что-нибудь выпить, пока я не упал замертво. Предлагаю вот это. Утоли жажду Казимира. Сначала мы утолили голод Казимира. Собрали палки Казимира. Теперь мы утолим жажду Казимира. Так. Нужно вспахать это поле. Шарик, где я оставил лошадь. Шарик все знает. Так. Подведи лошадь к плугу. Неплохо было бы знать, где плуг. Так, я лошадь оставил на месте. Смотрите, я припарковал свою лошадь. Куда надо, видимо. Мотать. Такое ощущение, что здесь не только стояла лошадь, но здесь кто-то прям срал. И это была не лошадь. Идрить. Очень страшно. Так. Как мы тебя назовем. Как обычно называют лошадей. Пишите в комментах, как будут звать лошадь Казимира. Потому что она просто лошадь. Состояние еще не голодное. Упитанность ноль. 36 месяцев. Ну, такая, в принципе. Трехгодовалая лошадка. Мне нужно убедиться, что лошадь действительно идет за мной. Так. Надо использовать для этого хозяйский глаз. Так. О, иди сюда, старая ведьма. Время поработать с плугом, если ты понимаешь, о чем я лошадь. Старая ведьма, вернее. Так, а где плуг-то? Находится в сарае. Каком? Он в том? Это сарай? Вообще, это похоже на сарай. Это похоже на сарай, но плуга здесь нет. Так. Значит, вот в этом сарае, в большом. Значит, то просто какая-то хозпостройка, а не сарай. А как сюда пройти? А вот так. Это сарай. Это сарай. Это плуг. Это плуг. Так. О. Настало время для пахоты. Радуйся, что поле такое маленькое. Начать пахоту Е, больше взаимодействий F. Начать пахоту, закончить пахоту, оставить. Понятно. Так. Ну что ж. Теперь я управляю конем. Любопытно. Так. Давай, конина. Разворачивайся. Как бы тебя поласковито назвать. Будешь кониной просто. Спаши поле. Вот это я понимаю, фарминг-симулятор. Это не эти ваши трактора, стерильная какая-то штука, какая-то ваш Джон Дир. Вот это вот все. Бутылка водки, пьяная лошадь и ржавый плуг. Вот это настоящая фермерская жизнь, а не вот эта вот ваша хрень. Так. Ну что ж, пойдем. В принципе, учитывая то, сколько я выпил, в общем, пашу я нормально. Я считаю. Я скорее не пашу, а поднимаю какое-то говнище. Ну да, в принципе, ладно. Так. Разворачивайся. Давай. Сейчас все будет. Давай, давай. Подходящее место для паха. Я полностью с тобой согласен. Место для паха, ты просто огнище. Так, Е. Так, начинаем пахать. Начинаем пахать. Начинаем пахать. Начинаем пахать. Начинаем пахать. Как говорят наши октанавты любимые. Так, блин. Тут как-то очень неравномерно идет паха-то. Хм. Так, начать пахту, остановить пахту. Короче, Е-Е. А, у него одна эта штука сломана. Ёлки-палки. Я думаю, что он так пахает-то хреново? А у него одного и одной части лезвия нет. Тогда все. Тогда говно вопрос. Извини, братишка. Таким плугом, в общем-то, ты пахаешь нормально. Все, ни у кого нет никаких сомнений. Так, 64% очень маловероятно. Видимо, здесь есть какая-то игровая условность. Ну, давай тогда вот отсюда будем пахать дальше. Пока перепахивать не буду. Пока нас не заставили сажать картоху в подобную прокапанную землю. В общем, в принципе, нормально. 86%. Слушайте, ну, в общем, как-то хреноватенько я немножко вспашу здесь все. Ну, как получилось. Так, 99%. Блин, еще придется рядочек сделать. Ну да, так себе, конечно. О, у него даже говнище налетает на плуг. Бальгаристичная игра. Так, ладно. А потом, я надеюсь, мы в лучших традициях построим свою империю. И у нас будут работать батраки. Может быть, крепостных. Может быть, пару душ возьмем себе, нет? Какой-то 1955-й? Не, уже не возьмем. Так, ладно. Нам нужно остановить пахоту. Остановить. Значит, стой здесь. Я завершил. Что, мне надо распрести все это? Лошачь не запрячь, слишком тесно. Пойдем со мной, конина. Не спеши-то так. Ну, я же завершил. Что не так-то? Иногда вариантов взаимодействия бывает очень много. Удерживайте F, чтобы посмотреть их все и выбрать нужный. Но я уже завершил. О, ни в хрена. Смотри, прикольно. Я что-то вижу с хозяйским глазом. Хозяйский глаз что-то видит уже. Так, ладно. Что делать-то? Состояние животного не голодное. Заверши спашку при помощи кругового меню. Так, ладно. Попробуем еще раз завершить. Так, это начать. Это закончить. А, вот закончить. Я просто отмену нажал, а не закончить. Пойдем, отдохнешь. Так, свинина. Веди нас. Ты иди за мной. Так, хозяйский глаз применяем. Отлично. За мной идет. Идет за мной конь. Свинина ведет меня вперед. Тканина идет сзади. Блин, опасно. А ты жеребец или кобылка? Ты сзади ходишь? В этой игре может произойти все что угодно. Так, ты кобылка. Ладно, значит тебе можно ходить. Я дозволяю тебе ходить сзади. Раз на то пошло. Заходи. Посмотрев на дверцы. И выбрав действие. Какое действие? Как выбрать действие? А, вот так. Я вымотался. Пойду в дом немного отдохну. Я такие участки у бабушки копал лопатой. Вымотался он. На коне. Не, ну в принципе с другой стороны. Если бы я бухал всю ночь, я бы сейчас сдох. Ну ладно. Допустим, мы его понимаем. Мы понимаем тебя, Казимир Малевич. То, что ты войти не можешь, это, конечно, грустно. Так, ну что у тебя тут убранство-то скромненькое? Матерь божья, у меня такой же ковер есть. До сих пор у родителей. Прям именно такой расцветки. Идем, Шарик. Давай поспим пару часиков. Ну давай. Поспим пару часиков. Сколько часов хочешь поспать? А, во. Пару часиков. Июнь 1955. А был вроде май. Или был июнь? Мне кажется, пару часиков немножко затянулось. Ну ладно. Шарик, куда я положу скошенную траву. Так, показывай мне Шарик, куда я положу скошенную траву. А вот она. Так, мы ее будем, видимо, сушить и забивать. Правильно, Шарик? Или что мы будем делать со скошенной травой? А, не мы ее просто возьмем и съедим все. А, не хрена. Так, я положил ее в сумку. И теперь ее надо снова вытаскивать. Ни хрена себе этой травы там наложу. Что, надо лошадку покормить? У компостера. А где у нас компостер? Так, веди меня свинья к компостеру. Вот это компостер. Выложи траву на землю у компостера. Выложить всю. А, у компостера. А почему у? Шарик, где мои вилы? Найди их. Ватсон, где мое буа? Пойдем. Где мои вилы? А вот они. Слушай, ну это вилы для кого? Для карликов? Здесь раньше жили карлики. Так, вилы служат для уборки скошенной травы, сена или зерновых культур. Нажми пробел, чтобы бросить то, что вы несете. Боже, что я несу. С ним вы также можете нападать на живых существ. Вилы, только с помощью вил можно загрузить сено на телегу, закинуть в компостер или бросать скошенную траву на стойку для сушки сена. Как ты думаешь, не ударит ли нам по шашлычку сегодня шарик? Или, может быть, сделать колбаски из конины? Что думаешь? Ну ладно. В принципе, я пока не голоден. Как сам работаю практически. Мое любимое занятие. Нужно собрать навоз в земли. Так, подожди, мы еще это не загрузили. Какой тебе нахрен навоз? Это кто так нагадил? Лепешки-то коровьи, вообще-то. Твои? Вообще, не твои должны быть. Ну ладно. Чего бы еще можно задеться? Таскать говно. Так, компостер, все. Это нам обязательно нужно. Очень классное удобрение получается потом, когда перегниет. Так. Пуньк. Да я вижу, вижу. Хватит орать, свинья. Я вижу, тут говно, да. Что-то пристал ко мне. Я сейчас все... Так, слышь. Шарик. Ты тут это. А можно много сразу, не? А можно. Так, хорош. Я не знаю, предусмотрено это или нет. Ну допустим. Это так мы упростим себе задачу многократно. Да ты задолбал, шарик. Подожди. Хм. Мне кажется, так все-таки нельзя. Ну да, по всей видимости, когда я кидаю несколько, они потом назад... Блин. Ладно. Давай ускоримся. Нет, подожди, они вообще отсюда падают. С земли бросим навозную кучу. Ну, навозная куча это же компостер. Навозная куча это должна быть компостер. Наполнить ведро компостом. Или навозная куча у вас подразумевается что-то еще? Так, компост. Компост находится рядом с сараем и служит для создания удобрений. Ну, это мы как бы в курсе. И брось на навозную кучу. Так, ну, видимо, я куда-то не туда бросаю. Суть по всему. Так, ладно, я взял. Ну, взял, хорошо. Где навозная куча у тебя? Неужели это не навозная куча? Шарик, покажи мне навозную кучу. Не, ну, других-то вариантов здесь, в общем, нет. Такое ощущение, что мне надо просто дохрена говна собрать. Прям очень сильно много дохрена говна. Наполнить ведро компостом. Нет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Так, ну-ка, проверим. Их все равно шесть. Так, такое ощущение, что я куда-то не туда ее кидаю. Так, ты не хочешь поесть? А где лошадь? Ты гони, выкрали коня. Че це за фигня? Был недавно он, теперь его нема. Так, а что же делать-то? Это что такое? Наполнить ведро навозом. А, ну, кажется, я немножко вляпался в кучу. Так, сюда что ли? Так, короче, у нас этот самый компост вот здесь. Непросто, да, непросто было. Опознать в этом стоили навозную кучу, но в итоге мы смогли. Хватит скучной работы. Пора немного развлечься. Ммм, развлечение с шариком. Ну-ка, следуй за шариком. Возьми винтовку со стола. Так, винтовку со стола. Сейчас начнется, походу, самое интересное. Так, открывайся давай. Да что ж ты не открываешься-то? Ну, открывайся. Так, ладно. А как тебя поставить? Как поставить вилы? Так, нельзя поставить? А вилы с собой взять? Вилы можно? О, можно. Так. Открывайся теперь. Открывайся ты, господи. Я, видимо, с какого-то другого стола. Так, давай, шарик, показывай стол. Блин, то, что меня не пускают куда я захочу, это грустно. О, винтовка. Так, это что у нас, Мосинка? Охота с ружьем. Так как вокруг мало людей, в лесах обитает множество диких зверей. С ружьем вы можете охотиться на любого зверя, к которому сможете подойти и попасть. Животно очень пугливое, патрон достать сложно, поэтому будьте осторожны и цельтесь метко. Так, остановитесь, присядьте, прицельтесь, подождите, пока перекрестье прицелы стажит как можно меньше, и только потом стреляйте. А также желательно быть трезвым. Попасть во что-либо даже после одной бутылочки пива будет очень трудно. Добытые животные можно разделать на месте, но в этом случае вы получите мало мяса и не сможете добыть ценную шкуру. Лучше всего притащить добычу в сарай, где отец Казимира устроил домашнюю бойню. Если разделать животных там, можно добыть намного больше мяса и дополнительных продуктов, например, шкурку. Нихрена, в неё попасть можно. Эти птицы глухие, со зрением у них, видимо, тоже не очень. Находясь стоя, будет трудно попасть, нужно присесть и прицелиться. А, блин, я не могу туда зайти. Чёрт, ну ладно. Без патрона не выстрелит. Блин, она ещё однозарядная, точно, точно, она же однозарядная. Да, птица глуховата, действительно. Нормальная птица уже бы улетела десять раз. Я бы мог делать это весь день, но работа ждать не будет. Кажется, мне нехорошо. Уже утро, надо прекращать напиваться. Да нет, зачем. Ух ты ж, матерь божья. Пять литров на двоих, это слишком много. А второй кто, свинья? И у меня снова нет ни гроша. Чёрт. Что же мы будем делать с этим, Казимир Малевич? Попробуй дорисовать картину. Нет, подожди, я туда не пойду. Так. У, там кто-то есть. Так, я тут не одинок. Кто это? Здравствуйте. Походу, они тут все немножко прибухивают, судя по тому, какая у них речь. Так, отношения нейтральные. Готовься к драке, будем соревноваться, пожертвовать двадцать, посетить церковь. Можешь покурить? Спасибо, говорит, но я не курю. Давай посетим церковь. Так, посетил. Опять ты. Так, ладно, жертвовать мы тебе ничего не будем, потому что у нас нет денег. Ну, пойдём посетим деревню. Там, судя по всему, есть ещё какие-то очень любопытные персонажи. Так, ну шарик нас... Веди наш шарик. С кем нам надо поговорить, по твоему мнению? Ты тут всех знаешь, как свои пять пальцев. Ничего не поделаешься. Придётся продать очередной инструмент Кузьмичу. Так, кто из вас Кузьмич? Ты? Судя по всему, ты. О, Кузьмич. Поторгуем, Кузьмич? Так, торговля. В окрестностях есть несколько мест для торговли. Например, одно из таких мест – это рынок. Ещё одно – лесопилка. На рынке находится в магазине несколько ларьков. У каждого продавца своего ассортимента он покупает только определённые товары. Перетащив товар из окна своего инвентаря в окно магазина, вы сможете его продать. Покупки происходят наоборот. Если удержать клавишу Shift, сделка затронет весь выбранный товар. В противном случае при необходимости появится ползунок. Вы также можете попытаться украсть менее ценный товар, за которым не так внимательно следят. Но при этом не забывайте о последствиях. Так, какая прекрасная натуралистическая игра. Значит, я хочу продать тебе пилу. Топор нам пригодится, чтобы потом её забрать обратно. А что мне надо? А, мне надо продать всё, к сожалению. Очень жаль. У Зои наверняка есть ещё водка или пиво. Купите какое-нибудь бухлишко. Где Зоя? Ага. Как я сразу не догадался. Зойка. Космодемьянская. Значит, ты хочешь покурить? А у тебя есть папиросы? Потому что у меня нет. Понятно. И у меня нет. Так, а что я хочу? Какой-нибудь выпивки. Какой-нибудь. Пивка и бутылочка водочки. Лучший друг и худший враг. Одновременно запертый в стеклянной тюрьме. Видели, как поэтично? А здесь что? Освежает и делает тебя счастливее. Что ещё? Давай сделаем себя счастливее. Одну бутылочку возьмём. Я взял две. Шарик, где наш дом? Где наш шарик? Где шарик? Шарик? Шарик, ты где? Вон он. А, хочет драться? Я готов. Так, давай, давай. Удар левый. Удар правый. Удар правый. Блок спейс. Так, ну-ка. Ах, ты ж собака. Дикая. Ну, давай, бей. А, не попал? Зачем бутылку распил собака дикая? А тебя есть что полутать? О, ладно. В принципе, может, это было неплохо. Это что такое? Чудешный шприц. Страшно подумать, из чего западные учёные смастерили это устройство. Но не буду спорить, что животные реагируют на этот укол неожиданно. Найти побочные эффекты. Так, о, пивка ещё от него взяли. Так, ладно, в принципе, есть у тебя какая-то польза. Так, 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 стоять. Стоять я тебя ещё не полутал, слышь ты. Секундочку. Ну, вернулся. Хватит, я же не садист. Ну, ладно. Короче, лутать надо быстрее, ребята. Если лутать не очень быстро, то получается, что вы не сумеете полутаться. Будем знать. Будем знать. О, танк. И, на, я хочу, чтобы эта чёртова ферта уже сгинула в аду. Нет, подожди, свинья. Мы должны зайти сюда. Ладно, не должны. Ты веди меня, свинья. Да в родные мне края. Где пивко? Где пивко? Моё пивко. И чего-нибудь ещё. Так, нам нужно, кстати говоря, скоро пожрать и попить, потому что у нас заканчивается всё. И пожрать, и попить, и энергия, и вообще всё. Так, ладно. Блин, мотать, где я живу? Я живу где-то в каких-то дребенях. Прямо прочём очень сильно конкретных. Отсутствие какого-то транспорта в игре начинает сказываться негативно. Да и те же пассатижа. Да ты серьёзно? А, о, мы пришли. Не, ну в принципе, ладно. Не так уж и далеко я и живу, на самом деле. Ну и так уж и близко, как могло бы быть. Хм, какие-то деревья подозрительные. Это похоже на... На иву или на акации... Не, на иву похоже, но как-то очень странно растут ветки. Ладно. О, кури. Как же хочется пить. Хорошо, что колодец полон воды. Интересно, осталось ли что-нибудь съедобное в кладовке? Сейчас мы это узнаем. Так, а, я уже попил. А, всё, я попил. Так, что-нибудь съедобное из кладовки. Шарик, где моя кладовка? Хм, а вот и двери открылись. Так, веди меня в кладовку. Это кладовка? О, реально, кладовка. Так, я хочу съесть эту булочку хлебушка. Теперь надо поспать пару часиков. Шарика два раза просить не надо. Шарик вообще мировой мужик. Ведь надо поспать пару часиков, значит спим пару часиков. Вообще без вопросов. И поспали бы пару часиков до сентября. Ещё недавно был июль, по-моему. Ну, в общем, такой богатырский сон у товарища. Может быть, это Илья Муромец. Другого объяснения найти сложно. Что за чёрт? Что-то от меня хочешь, Шарик. У-у-у, боя корова сгорит заживо. Нужно выпустить животных из стойла. О, боже. Вот дерьмо. Так, у меня ещё есть корова. Так, быстрее бежим. Где моя корова? Коровка, боя, где? Где коровки? Здесь нет коровки. Так, нет коровки. Там была лошадка в соседней. Так, мы открыли уже. Все сваливают. Ух ты ж, матерь божья. А-а-а! Горящие куры. Мазеров год. Истинно говорю вам, последние дни наступают. Лошадка моя где? Так, а лошадку я, походу, уже пропил. По туши пожар. Простите, чем? Чем я во время дождя буду тушить пожар? Ведром с водой? Я боюсь, что это не поможет. По туши пожар. Вот этим ведром. И? Там же нет воды. Нужно полное ведро воды. Это я догадался. Вот еще ведро воды. А где его наполнить? Ладно. Может здесь? Да нет, корыца что-то какой-то нерабочая. Так, может вот так? Наполнить ведро. Так, во, наполнил. Так, теперь его можно плеснуть. Как ни странно, это сработало. Ладно. Так, еще наполнили. Еще плеснем. Ага, ладно. Наполнить, плеснуть, повторить. А как я на крышу заберусь, интересно знать. Здесь-то, допустим, я это сделаю. А там? А, вот, есть лестница. Так, ладно. Все, вопрос снят. Я прям могу по ней лазить. Могу по ней лазить. Только ее, скорее всего, надо переставить было. Хотя хрен его знает. Да, наверное, лестницу надо было сначала переставлять куда-то. Потому что прыгать я не могу. Так, ладно, спускаемся отсюда. Так, друг мой Казимир. Елки-палки. Ни хрена себе тут по физике все, в принципе. Ну, что делать? Делать нечего. Так, лестница, берись. Так, побежали, побежали, побежали. Так, ставь ее вот сюда. Где поставить вот так вот? Хренакс? Так, отлично. Главное, чтобы лестница не сгорела. Так, нам нужно больше воды. Вообще, конечно, вода и так льется порядочно. Ну, допустим. Так, а как же лазить-то по тебе? Взять лестницу, подняться тоже ехать. Тоже ехать. Ага. Осталось нам одно ведерочко водички. Я, кстати, протрезвел сразу, если вы не заметили. В общем, после такого протрезвеешь, конечно. Так. Пойдем. Здесь нельзя спуститься. Блин, да придется. Мы аж сюда не достанем. А, не достанем. Господи, спасибо тебе за этот ливень, говорим мы. Ну, как спасибо. Опять сентябрь. Нужно заделать эти дыры. Молоток есть. Теперь осталось найти доски. Ладно. Я понял, что эта фермерская жизнь будет не так проста, как нам казалось изначально. Но зато очень сильно приближена к реальности. Я, конечно, не был фермером в 1955 году. Но мне кажется, что в этом что-то определенное есть. Короче, ладно. Мы тогда на этом сделаем драматическую паузу. Мне пришлось продать несколько вещей, включая велосипед, чтобы хватило на шифер для крыши. Степан обдирала. Рассказал нам главный герой. Короче, мы пока сделаем драматическую паузу. Если хотите узнать, чем там дальше, собственно, будет как развиваться сюжет фермерской жизни простого товарища Бухарика Казимира Малевича, то обязательно дайте знать в комментариях. Ну а сегодня я с вами прощаюсь. Спасибо, ребят, за внимание и оставайтесь на связи. Узкоизвестный в широких кругах. Строил заводы в игре в Италиях. Строил заводы. Чужие смотрел. В общем, контент делал так, как умел. Зритель внимательный. Ловит момент. И оставляет правдивый коммент. С ним соглашаюсь, конечно, и я. Автор не видит порой нибудь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова